Начало, начало любого изделия всегда лежит в одной и той же вещи, в одной и той же вещи, угадайте в какой. Внутри какой-нибудь непонятной херни странной формы, про которую нельзя никогда заранее сказать, чем она будет. Упс! Хоу-хоу-хоу, ребятки, с вами Речик Вульф, и это последний выпуск в этом году. Он будет посвящен какой-нибудь сложной, красивой работе, тема, естественно, так, шапочка-шапочка. Я выбрал на свой вкус, надеюсь, вам понравится. Ну всё, чё тут рассуждать особенно, надеюсь, вы были хорошими мальчиками и девочками. А даже если нет, мне похуй, не терпится начать, погнали! Ну вот, к началу-началу. Я показываю вам, в принципе, вещи сейчас, которые обычно люди оставляют за кадром, потому что считаю, что это невероятно страшный секрет. Разметка карандашом, разметка карандашом, дыхание кончилось, блядь! Разметка карандашом, она чем хороша, её легко стереть, и поэтому в ней вы можете некоторые базовые, такие насеечки себе оставить. Плюс, более-менее увидеть то, чем будет дальнейшее изделие. О том, как люди, ну, типа, там, говорят, скульпторы, видят всё насквозь, человек-рентген, да нихера не человек-рентген. Построение каких-то базовых форм на глазок, она очень сильно облегчает дальнейшую работу. То есть ты должен представлять, что ты делаешь, хотя бы примерно. И эту же базовую форму, которую вы себе прям в воображении представили, вы начинаете потихоньку обрезать. Вот видите, просто-просто, никаких сложных телодвижений. Мы убираем лишнее, просто, уж совсем лишнее, то, что, ну, никак отношение к тому, что я изобразил, не имеет. Очевидно, лишние предметы, без каких-либо премудростей. Самая примитивная обрезка. Берём шарообразную фрезу, берём шарообразную фрезу, и начинаем потихонечку, хотя бы с одной стороны, я, допустим, сначала левую половину делаю, потом правую, и начинаем прорабатывать уже какие-то формы, которые у вас должны быть чётко представлены в голове, где там рядом стоит картинка или ещё что-то. Вы начинаете потихонечку, потихонечку выбирать. Не спешите, потому что, ну, лучше снять меньше, и потом проработать ещё раз, чем снять до хера, и потом такой, ой, всё просралось. Снова-снова карандашик, снова небольшая разметочка, как видите, тоже ничего особо такого я тут не проделывал. Подробно показываю. Кстати, вон там, видите, я фрезово, ну, деревяху поставил, потому что задолбало за фрезами, наружу, ну, снаружи бокса лазить, это прям сильно раздражает. Берём фрезу под названием, по-моему, её называют шишка. Вот берём эту шишку, ШИШКА, МАШИШКА! И начинаем ей уже придавать какую-то маломальски вразумительную форму тому безобразию, что пока что здесь есть. Вообще работа большая, поэтому тут, тут будет много всего. Как минимум, здесь будет законченная большая, глубоко прорезанная работа, сделанная от начала до конца. Довольно редко такое можно найти, и довольно тяжело это воспроизвести, не имея опыта. Мама, что с моим носом, что с моим носом? В общем, изготовление подобных работ вообще, и скульптуры, которые уходят глубоко в рог, она однозначно, стопроцентно, просто, неизбежно связана с какими-то пермаментными вспышками отчаяния и желанием сказать, по-моему, я делаю что-то не то. По-моему, я делаю что-то совсем не то. Получается не так, как у этого чувака, я уверен. Да, вы будете постоянно это чувствовать, это нормально. Особенно, если делать что-то незнакомое. Хочется сказать, не спешите разочаровываться и бросать свой дремель в стену или там в другую стену. То, что вы пытались сделать, у вас не получилось. Во-первых, даже запор это изделие всегда можно исправить. При наличии опыта даже совсем прям, вот, блядь, убитые работы они исправляются. Можно там что-то добавить. Опять же, из рога всегда можно вырезать что-то еще. И самое главное, нарабатывайте опыт. Опыт. Это такая вещь, которая, ну, позволит избегать каких-то глупых ошибок в дальнейшем. Ну, либо допускать новое. Но не суть. Самое главное, что не ошибается, знаете кто? Правильно, не ошибается тот, кто нихуя не делает. Давайте слегка рассмотрим то, что у нас уже получилось. В принципе, вполне себе читаемый образ. С одной только стороны, с другой я пока даже не подходил. Едем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы, 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 чтобы это было похоже на то, что стригой летучая мышь настоящий. Удобная ли это рукоятка как для ножа? Ну, конечно, нет. Но это симпатичный подарок. Ведь скоро же Новый год, и фокуса мне не видать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короткий совет. Смотрите, когда делаете скульптуру, и, допустим, у него там клыки, рога, прочее, старайтесь, чтобы это смотрело внутрь. Ну, то есть, чтобы не торчало наружу, иначе все это обломится, отломится, воткнется кому-нибудь в руку, в жопу, не знаю, куда угодно. И будет похерено благополучно. Мелкие детали очень важны, я думаю, это совершенно очевидная вещь, но их также необходимо исполнять таким образом, чтобы они сохранились. Сохранились в результате, так сказать, эксплуатации. Маловероятно, что этим ножом кто-то там будет резать капусту на капустном поле, но какое поле, какая капуста, что ты несешь? В следующем ролике, в следующем ролике уже после Нового года мы посадим рукоятку на клинок и сошьем ему чехол, то есть это будет такой мини-сериал в двух сериях. Так что давайте посмотрим, что получится. Насколько это вам зайдет, будет интересно. На самих крыльях перед понки также нужно пройти малой шарообразной фрезой, делаем складочки. Это очень важно для того, чтобы они воспринимались, ну, как настоящие. И полировочка мелом. Мелом войлочным диском. Знаю, что есть другие способы полировки, показываю вам, скажем так, самый халявный. Мел продается везде, войлочные диски, я думаю, вы тоже, если вы смогли раздобить дремел, то и диски для него раздобудете. Это важно для того, чтобы, ну, изделие сверкало, чтобы оно было красивым, выглядело законченным. Вот что у нас по итогу получилось, вот что у нас по итогу получилось. Что еще хочется сказать? Ролик получился просто огромный по количеству работы для меня. По хронометражу я его сделал коротким, дабы не изменять нашему мясному формату. Мало воды, много информации и так далее. Ну, вы знаете, все ролики сняты в таком ключе, и я в дальнейшем стараюсь, ну, буду придерживаться этого самого способа, этого самого того, возле которого. И если вам этот ролик понравился, если он показался вам полезным или хотя бы просто смешным, не забывайте тыкать большие пальцы вверх, а также подписываться на канал, оставлять свои комментарии. Поздравления, поздравляю вас всех от всей моей души с наступающим 22-м годом. С вами был неизменно Рещик Вульф. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok